А теперь о погоде. Ливни, грозы и штормовые ветры. В Тверской области установилась неустойчивая дождливая погода. Похолодание принесли атмосферные фронты. В минувший вторник регион и вовсе оказался во власти штормового ветра, который валил деревья и срывал провода. Когда ждать тверичанам летней жаркой погоды? И придет ли в июне пора открывать купальный сезон? Расскажем в следующем сюжете. Недолго радовались жители Верхневолжья жаркой солнечной погоде. Она продержалась в области всего около недели. Тверичане собрались было открывать купальный сезон, но ему помешал пришедший в Тверскую область холодный атмосферный фронт. Пока водные процедуры на природе доступны только птицам. В минувший вторник небо заковали серой тучи, налетел сильный ветер и начались обильные осадки. Для Тверской области это нормальное явление. Последние дни, буквально, наверное, неделю, последнюю среднесуточная температура была выше нормы где-то на 5-6 градусов. Сейчас столбики термометров показывают около 14 градусов, что на те же 5-6 градусов ниже нормы. Иногда набегают точки кратковременные дожди и сильный ветер. 14 июня из-за сильного ветра на территории региона даже повалило деревья. Но в ближайшие дни температура воздуха должна немного подняться вверх. На это, кстати, намекают и народные приметы. Как гласит старая народная примета, если в этот день дует сильный холодный ветер и идет дождь, то в скором времени стоит ожидать тепла. А верить приметам или синоптикам решать уже только вам. Что касается прогнозов Тверского гидрометеоцентра, то они с данной приметой совпадают. Действительно, синоптики ждут повышения дневных температур до нормы. Но примерно к следующим выходным. В ближайшие дни днем около 20 градусов тепла, а вот ночи холодные. Мы в ближайшие дни будем находиться в тыловой части как раз циклона. Ждем переменную облачность. Дневные часы не исключены в отдельных районах кратковременные дожди. Температура ночью будет довольно-таки прохладная. Будет облачно 7-12. Не будет облаков чуть похолоднее. То есть и 5-10 может быть. Что касается долгосрочных прогнозов, то пока их давать специалисты не торопятся. Назвать дату, когда тверские купальщики смогут вдоволь наплаваться в матушке Волги, просто нереально. Учитывая, что погода в наших почти северных широтах весьма капризна. Продолжение следует...